всем огромный привет спасибо что заглянули на мой канал как всегда благодарны всем кто смотрит меня кто подписывается кто ставит лайки и огромное спасибо за комментарии ваши сегодня я почитала комментарии и вы меня просили неоднократно посмотреть видео слова пацана и вы писали что ужас кто-то писал что наплакался и если честно я как бы даже боялась заходить посмотреть чтобы самом деле самой не залиться слезами потому что я ну как бы на все реагируем но все же меня в ленте проскочил этот видос и я все-таки зашла потому что я подписана на ребят ой ребят и на самом деле это настолько тяжелое видео я конечно в шоке я в шоке и знаете вот я когда смотрела это видео мне что-то напомнило видео с бабой галей я вам честно скажу открыто что да мне это почему-то напомнила я его посмотрела два раза для того чтобы что-то понять но знаете я скажу что после просмотра я еще зашла и в комментарии и перечитала комментарии ну сколько смогла потому что понятное дело что там их очень очень много видео конечно тяжелое и понимаете я просто в шоке что есть такие старушки которые живут в таких домах и знаете вот после второго просмотра я все-таки отбросила в сторону бабу галю канал доброе дело и просто погрузилась именно в эту историю и я поняла что ничего общего нет кроме кошек но и кошкам там конечно не столько видимо бабушки просто был там кот и кошка возможно родились котята или как ну а что и в таком случае делать и в общем-то от условий в которых она там живет я конечно была ошарашена нет но я всякие дома видела всякие условия да и видео разные смотрела но такого и при том старенькая бабушка я если честно заметила что на вот чистеньком одета было видно что она не грязнули опрятная и она сама пытается ремонтировать свой дом 80 лет ребят она пытается сама его подделывать чтобы он не развалился она прибивает какие-то доски она на крышу это уложит солому как она сказала из кукурузы внутрь ребята зашли там естественно нечем дышать даже вот это вот ее дверь которая открыта она не проветривает потому что окна открыть невозможно в шоке продукты ей тоже негде держать потому что нет электричество электричество отключила потому что проводка прямо на говорит вот рассыпается вся говорит страшно страшно иногда ночевать в доме потому что вот то вот крыша она прям вот может вспыхнуть от всего и бабушка может сгореть это конечно жуть жуть это просто не передать когда смотришь до стороны на этот домик это прям кажется какой-то дом привидений и точно так же как ребята во внутрь заходили этот просто вот жутко на самом деле жутко вот говорю сейчас мурашки по коже как будто вот сама туда зашла потому что вот просмотрела два раза и вы знаете чем больше трону у меня этот видеоролик что это бабушка абсолютно ничего не просила и абсолютно ничего не нужно плода она плакала что вот так вот и и вот так вот жить ну что она говорит я пойду в дом престарелых а если я вернусь оттуда уже этого дома не будет и вот а куда котики хоть там сидел котеночек такой миленький она говорит вот сегодня лавка не приезжала колбаски тебе не купил он даже не жалуется что вот и денег не хватает там или чего-то крит колбаски тебе не купила лавки не было и кушай вот хлебушек боже я не могу вот на тот момент да накатились слезы на глазах потому что ну вот реально жалко так стало я прям не могу я не знаю и такая она культурная прям такая знаете трепетная бабулечка ничего не надо ребята конечно я знала что слова пацана не все-таки огромный канал и они действительно помогают и много таких каналов которые вот реально помогают и до каждый канал и зарабатывает но знаете вы слова пацана они на просмотрах прекрасно зарабатывают и чтобы какие-то постановки делать зачем это нужно и в общем они я уже была уверена что конечно не поедут за продуктами сначала думаем не с собой взяли но так как они не знали вообще найдут этот дом не найдут и вот они поехали закупились бабули продуктов она в шоке такая сразу все время почему-то мне хочется сравнить с бабой галей то шуршит сразу пакетами нос свой сует туда и готова вынюхать и просмотреть чё там чё там привезли много мало или хорошее или плохое или вот знаете такой прям жадным оценивающим взглядом прям готова эти проглотить пакеты это папушка на туда даже не заглядывала она стала в ступор и говорит а я вам что что а что же я вам дам у нее наверное такое было внутри что как так какие-то люди приехали и привезли и пакеты и разве такое бывает и и вообще вот тот момент тоже прямо накрывала меня меня прямо накрывала это конечно и это вообще я не знаю ну и да конечно ребята советуются с подписчиками вот как быть в этой ситуации что делать перечитала комментарии кто-то пишет что купить какой-нибудь домик там же в том селе но там вроде они проезжали вот показывали что много таких как бы заброшенных и в общем-то там уже тоже склонялись что как сенсара там что-то купил какую-то бутылочку или что ну понимаете там хотя бы вот климат он не такой холодным возможно да бабуле и пошла бы бытовка она бы не замерзла возможно и прямо вот на участке возле ее дома я тоже знаете на самом деле там опасновато потому что да там это крыша и она соломенная конечно но ребята мудрые и знаете есть даже не не прочитают комментарии потому что невозможно их прочитать там их слишком много то все таки решение они сделают мудрые не тяп-ляп не абы как реально мудрые решение и все-таки я уверена вот на сто процентов что бабушки они помогут но мне настолько и жалко я просто не представляю и вот в доме да она говорит я ложусь спать на меня течет и вот я просыпаюсь я вся мокрая а днем вот я лежу и там показано тоже у него как сделано как кровать там застелено какое-то ковровое покрытие и что-то вроде как подушки и вообще и вот она вот сидеть смотрит на этот дом и короче плакать хочется прям невозможно но реально и бабушка посадила картошку посадила чеснок у нее грядки 80 лет ребят и 80 лет а когда показали и кормят этот вот кошачий в пакетах она так посмотрела там видимо от котики на это котиком такая позже видно что она реально вот и о котиках заботиться ой вообще короче ребят короче я не знаю ну знаете то что вот канал классный ребята классные и вот на самом деле уверена что бабулю они не оставят и они помогут ей обязательно и мне кажется даже столько им и не нужна помощь подписчиков ну потому что они делают реально добрые дела много дел добрых и поэтому у меня даже нет никаких сомнений единственное очень хочется чтобы конечно все это было побыстрее потому что но реально ситуация в которой живет бабуля катастрофическая я говорю это как с какого-то фильма ужасов ну правда вообще в общем ребят вы меня просили я посмотрела я поделилась с вами пишите свои комментарии что думаете вы по этому поводу как вообще вы относитесь каналу слова пацана смотрите ли и видите ли там какие-то ошибки казусы я не так часто смотрю не все видео смотрю но в основном смотрю и знаете я плачу меня пробивает на слезы канал большой и мне кажется если канал имеет такие позитивные комментарии и где идет один позитив я негатива вообще там никакого наш не нашла значит реальная помощь есть значит реально ребята помогают и в этом случае они точно не пройдут мимо в общем мои хорошие меня все жду комментариев жду ваши лайки кто не подписан обязательно подписывайтесь и всем хорошего настроения всем добра позитива улыбок и главное я всегда желаю своим подписчикам это здоровье берегите себя и своих близких виртуальные обнимашки каждому всем пока